В эфире Актуальный разговор. Здравствуйте! Сегодня гости нашей студии заместитель главы Лобинского городского поселения Геннадий Дмитриевич Родников и директор муниципального предприятия тепловые сети Ирина Николаевна Стаценко. Говорить мы будем о начале отопительного сезона и вопросах, связанных с этим. Здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос Геннадий Дмитриевич, вам в середине октября у нас в городе начался отопительный сезон, но вот не везде тепло подается, как хотелось бы, считают жители. И вот есть вопрос от жителей дома по улице Красной 398, они обращают внимание, что недостаточный температурный режим в квартирах. Что можете пояснить и кто должен отвечать за вот этот момент, за недостаточную температуру? Ну да, совершенно верно. Отопительный сезон у нас начат в середине октября для многоквартирных домов, хотя по просьбе начальника управления образования муниципального образования Лобинский район отопительный период был начат 27 сентября для дошкольных заведений, это для наших детских садов. Вот, ну мы сейчас будем говорить про именно многоквартирные дома и чтобы правильно ответить на заданный жителями вопрос, здесь прежде всего стоит разобраться, на каком этапе они недополучают тепла, потому что ну всем понятно, что тепловую энергию вырабатывают котельные, которые относятся к ведомству муниципального унитарного предприятия, тепловые сети, а многоквартирным домом обычно заведует, управляет управляющая организация. Вот, и чтобы четко понимать, где что происходит, ну во-первых, подача тепла на квартирные дома представляет собой следующий процесс. Когда начинается отопительный период, а обычно это бывает в октябре месяце, происходит следующее. При выходе котельных на режим обычно для этого требуется какое-то определенное время. Вот так вот, при выходе котельных на режим, я называю это переходным периодом, возможны различные кавитационные процессы в трубах, завоздушивание. И необходимо для того, чтобы эти явления снивелировать, чтобы управляющая организация прошла по дому, в зависимости от того, какая система отопления на этом доме применена, выпустила воздух из этих труб, где-то установила какие-то конуса, вот для того, чтобы отрегулировать саму систему внутреннего теплоснабжения. Вот обычно 90 процентов и даже более вот таких вот негативных случаев бывают именно из-за каких-то разладок именно внутри домовой системы теплоснабжения. Потому что вот, как показывает многолетняя практика, котельные у нас работают в зависимости от теплового режима и выход именно на нормальный тепловой режим осуществляется в течение буквально 24 часов. Вот все остальное, когда нас продолжает лихорадить, это именно, как я ее называю, внутрянка. Бороться с этим можно каким образом? Ну, прежде всего, есть определенные диспетчерские службы, как и в муниципальном образовании Лобинский район, единая диспетчерская служба, куда поступают, круглосуточно могут поступать звонки. Вот, есть диспетчерские службы и в управляющих организациях. Заявка принимается, и мы стараемся добиться того, чтобы оперативно соответствующие диспетчерские службы реагировали на поступившие звонки. Если этого вдруг по каким-то причинам не происходит, граждане могут сами, самостоятельно проверить соответствие температурного режима в квартире. А я сейчас расскажу, какой он должен быть. Если он не соответствует этим параметрам, составить акт и отправить соответствующие надзорные органы. Их очень много. Это и жилищная инспекция, и прокуратура. А параметры должны быть следующие. По 354-му постановлению правительства Российской Федерации о предоставлении коммунальных услуг в квартире должно быть не ниже 18 градусов тепла. В угловых помещениях не ниже 20. То есть, я так поняла, что если жители замечают, что прохладно в доме, звонить нужно в ЕДДС. То есть, не руководителю своей управляющей компании, не в администрацию города, а именно на пункт единой дисплещи. Нет, совершенно это неправильно. Звонить они должны именно в управляющую организацию. Потому что распределением тепла внутри дома занимается именно управляющая организация. Это их обязанность. Они управляют общедомовым имуществом. А система теплоснабжения как раз таки и является общедомовым имуществом. Вот еще вопрос. Вы сказали, что перед началом отопительного сезона есть определенная необходимая процедура проверки внутренних систем дома. Но ведется же контроль, чтобы это сделано было своевременно, в полном объеме, чтобы не было претензий потом к управляющей компании, а если есть необходимость, то есть заниматься именно самими трубами. Да, контроль такой ведется. Соответственно, и проверки такие проводятся. Потому что вот к началу зимы мы начинаем готовиться летом. То есть все лето и управляющая организация, и профильные предприятия занимаются подготовкой по своим направлениям. Ну, как обычно, и опять же, это многолетняя практика, все вмешивается в человеческий фактор. Приведу ряд примеров. Обычно отопительный сезон у нас начинается в середине октября. Наша вот как бы местная кубанская погода еще бывает не сильно холодно. Ну, и люди с прохладцей относятся к тому, что предстоит будет сделать в ближайшее время. Кто-то в отпуске может находиться, кто-то там еще куда-то уехал, там на дачу, там на курорт, да просто из квартиры уехал, и его дома нет. А живет, к примеру, он на верхнем этаже. Автоматических каких-то устройств по выпуску воздуха, к примеру, если нет, то это обязанность ложиться на самого жителя. Управляющая организация к нему приходит, дверь стучит, да, все на замке, человека нет, и неделю весь стояк лихорадит. Звонки в ЕДДС, управляющую организацию, потом человек приезжает, естественно, все это приводится в соответствие, но такие нюансы есть. Ну, следующий вопрос будет связан с оплатой, и квитанции за услуги Вашего предприятия. Ирина Николаевна, вопрос вам. Вот с началом отопительного сезона появилось много вопросов, связанных с тем, что жители многоквартирных домов начали получать квитанции за отопление, где начисления произведены за полный месяц. Хотелось бы узнать, правильно ли это? Ну, с 1 октября этого года наша организация перешла на правила предоставления услуг номер 354 в части отопления. Как бы закончился переходной период. Утверждены новые нормативы. Новые нормативы утверждены региональной энергетической комиссией Краснодарского края. До сегодняшнего момента мы работали по нормативу, который был утвержден Лобинским городским поселением в 2010 году. Этот норматив составлял 0,0212 гкал на метр квадратный. И он был рассчитан на 6 месяцев отопительного периода. То есть к расчету был применен полный месяц ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. И по полмесяца апрель и октябрь. Сегодня 306-е постановления правительства Российской Федерации о расчете норматива прописали, что период отопительный должен быть в календарных месяцах, то есть и не полных. То есть к расчету взят 7 месяцев. Исходя из этого утверждены у нас новые нормативы. Что говорит 7 месяцев? 7 месяцев говорит, что оплата должна производиться в течение 7 месяцев одинаково, без корректировки на предоставление, фактическое предоставление коммунальной услуги. Это значит следующее. Независимо от того, вот мы начали отопительный сезон 1 октября, 30 октября и закончили его 5 апреля или 30 апреля, платеж квитанции за данные месяцы будет в полном размере по утвержденному нормативу. Помимо этого, если у нас действовал один единый норматив, то сегодня департамент утвердил нормативы в зависимости от этажности зданий и еще по зонам. Весь Краснодарский край разделен на 3 зоны. Мы попали во вторую зону. Здесь рядом ряд городов, ближе лежащих с нами населенных пунктов Мостовское, Курганец, Кармавир и так далее. Вот 1-4 этажное здание, многоквартирные жилые дома, они имеют свой норматив. Этот норматив сегодня составляет 0,0216 гигакалорий на метр квадратный. То есть вот для этой категории домов произошло увеличение норматива по сравнению с 0,0212, который действовал. И 5-9 этажные дома, норматив у нас утвержден, 0,0176 гигакалорий на квадратный метр. Что происходит? Одно 4-этажное здание платят за свою услугу больше, чем 5-9 этажные многоквартирные жилые дома. И плата идет полный месяц. Почему? Потому что, я повторяюсь, норматив утвержден на календарные месяца. Независимо от того, какая будет погода в январе, в декабре, в феврале. Да, плюс или минус. Платеж будет единый. Это касается по нормативам потребления. Вот такая категория граждан у нас есть, и она получила эти квитанции. Но у нас еще есть дома, где установлены общедомовые приборы учета. И там расчет платы за отопление происходит из-за расчета прибора учета. Вот в том случае платеж будет в октябре меньше, ну и типа возрастающей. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. В марте меньше, в апреле меньше. То есть по факту потребления коммунальной услуги. Разъяснения о правомерности расчета оплаты за данную услугу даны Министерством жилищно-коммунального хозяйства, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в своих письмах. Эти письма можно найти у нас на сайте labteplo.ru. Можно обратиться к нам в нашу организацию, которая расположена по улице Халтурина, 22, дробь 1. Также на сайте департамента РЭК эти все письма находятся. Есть у них закладка «Письма». То есть можно зайти и разобраться по этому вопросу. Еще одна группа вопросов связана с начислениями с применением повышающих коэффициентов. Жители интересуют такой вопрос, как увеличение оплаты в 1,4 раза. Обязательно ли платить по таким квитанциям? Обязанность каждого гражданина нашей страны наступает об оплате коммунальных услуг. Ряд граждан по определенным квартирным жилым домам получили за октябрь месяц квитанцию с повышенным коэффициентом, который прописан квитанцией 1,4. То есть платеж увеличился на 40%. Для какой категории граждан наступила такая ответственность? И почему наступила? Вот эти повышающие коэффициенты были установлены, введены постановлением правительства Российской Федерации 29 июня за номером 603. Для кого лежит такая ответственность? Многоквартирные дома, собственники помещений в этих домах, для которых существовала обязанность установить общедомовые приборы учета, и на сегодняшний момент они не установили. Либо та категория домов, где были установлены приборы, но они не используются для расчета по причине того, что они вышли из строя, не поверены, либо поломка приборов учета. Вот сегодня эта категория людей получила коэффициент 1,4. На 40% платеж возрос. Какие это дома? Это многоквартирные дома, у которых нагрузка, часовая максимальная нагрузка более 0,2 гигакалория в час. Это в основном у нас семноквартирные пятиэтажные дома. Такие дома, как Мира 139, Шервашидзе 65, Некрасово 23, Калинина 122. На сегодняшний момент собственники жилья начали поверку приборов. Во всех этих домах установлены эти общедомовые приборы учета, и они уже много лет не эксплуатировались. Сегодня уже запущен, принят в эксплуатацию по Калинина 122 прибор учета. У этих граждан только будет за октябрь 1,4. Те дома, которые не успели пройти поверку, не заменили оборудование, за ноябрь месяц также будет начисляться коэффициент 1,4. И хочется отметить, что с января 2017 года в этом постановлении прописан коэффициент уже полтора. Опять же, только для этих домов? Только для многоквартирных домов, где более 0,2 гкалорий в час нагрузка. Вот для домов, которые я в начале своей беседы говорила, 1-4 этажа, это маленькая нагрузка в этих домах. У этих собственников не лежит обязанность по установке общедомового прибора учета. И к этой категории собственников повышенный коэффициент не применяется. И также не применяется, как я уже сказала ранее, стоит прибор учета общедомового, он эксплуатируется, и граждане получают оплату, исходя из этого общедомового прибора учета. В квитанции, в справочной информации у нас прописан расход общедомового прибора учета в таком ресурсе, как по отоплению в гигакалориях, по горячей воде установлены у нас гигакалории отмечены, и также объем в компоненте теплоноситель, то есть объем воды. Также отмечен квитанция. Из этих параметров происходит расчет. Жильцы этих домов в курсе, как работают законы, как идет расчет, проводятся какие-то собрания? Неоднократно и администрация, и тепловые сети мы собирали и жителей, то есть актив домов, председатель домовых комитетов, использовали средства массовой информации и доводили именно вот эту информацию до населения, что есть 261-й федеральный закон, который был издан не вчера, принят не вчера, он 2009 года, и что у населения, которое проживает в многоквартирных домах, помимо прав, есть еще определенные обязанности. И вот этот закон, называется он об энергосбережении, он трактовал именно те положения для многоквартирных домов, что граждане должны установить общедомовые приборы и эксплуатировать их, что вся энергия, будь то тепловая энергия, там электрическая энергия, она должна быть отпущена именно по приборам учета, то есть должен быть приборно-учетный отпуск любой энергии. Если это не так, то государство, оно придумало соответствующие принудительные меры. Вот одной из таких мер является применение нормативов, как таковых, то есть нормативы, они периодически, ну все видят, что они повышаются. Вторая мера, это введение вот этих вот поправочных увеличительных коэффициентов. И здесь даже можно сказать следующее, что вот с 1 января, если граждане не поймут или по каким-то причинам, опять же, не введут в эксплуатацию имеющиеся приборы учета, то к этим домам будет применяться уже коэффициент 1,5. Со следующего полугодия коэффициент будет 1,6. То есть отопительный период начнется у нас в октябре 2017 года, для граждан уже будет 1,6. Они уже будут понимать, что это будет 1,6. А с 1 января 2018 года коэффициент будет 1,7. То есть государство уже давно прописало, что вот такая вот принудительная мера с повышением коэффициентов будет проводиться... Дисциплинировать. Да, каждые полгода. Ну, естественно, понятно, что платеж чуть ли не в два раза будет увеличен, тем более по нормативам. Это подразумевается, что люди все-таки эти приборы учета либо введут в эксплуатацию, либо поставят. Что касается вопросов оповещения, совершенно верно, неоднократно проводились и беседы. Вот, информация-то доводилась, опять же, в газете провинциальной. Мы об этом писали на нашем сайте, в частности, на официальном сайте администрации Лобинско-городского поселения в разделе ЖКХ. Такая информация опубликована была еще в 2015 году. Еще один вопрос, который адресован вам, Ирина Николаевна. Вот жители просят разобраться с правомерностью начисления за теплым абонентом, который имеет в квартирах автономное отопление. Автономное отопление, сложенный такой у нас вопрос, который сложился в нашем поселении. Правила 354, они как бы в одном обязательном порядке устанавливают правила расчета и начисления оплаты за отопление. И в этих правилах прописано, что вне зависимости от того, есть ли обогревающие элементы или нет в жилом и нежилом помещении, расчет оплаты за отопление производится согласно расчетных формул, которые указаны в данном постановлении. В расчетных формулах прописана площадь. Площадь всех жилых и нежилых помещений вне зависимости об наличии или отсутствии обогревающих элементов, если многоквартирный жилой дом присоединен к центральному отоплению. И этот многоквартирный дом, он утвержден схемой теплоснабжения городского поселения. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что установлено автономное отопление, но весь дом получает отопление централизованное. И с октября месяца, почему с октября произошли начисления, потому что по отоплению мы именно с октября месяца перешли в правила предоставления коммунальных услуг, утвержденных 354-м постановлением. И по этому вопросу дает разъяснение Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства своим письмом от 2 сентября 2016 года. Там многие вопросы рассматриваются в этом письме. Это письмо также у нас находится на сайте в закладке для абонентов. Есть это письмо у нас в отделах. Кто хочет ознакомиться с ним, могут к нам прийти. Геннадий Дмитриевич, ну а как же городская администрация реагирует и смотрит на этот вопрос по установке автономного отопления? Что Вы скажете? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я прежде всего могу сказать следующее. Вот действующее жилищное законодательство, оно не запрещает переоборудование жилых помещений. В жилищном кодексе процедура полностью прописана, где написано буквально следующее. Для того, чтобы провести переоборудование, переустройство своего жилого помещения, а установка автономного отопления с использованием газового оборудования является именно переустройством. Так вот, для того, чтобы его провести, необходимо установленным образом подать заявление, подготовить установленным образом проект на переустройство жилого помещения и добавить еще туда два документа. Это свидетельство о праве собственности и технический паспорт переустраиваемого помещения. И все это отдать в многофункциональный центр на согласование о Межрежиссерном комиссии, которая работает... Подписи соседей всех жильцов дома не нужны? Значит, подписи соседей... Я сейчас остановлюсь на этом отдельно. Значит, вот в жилищном кодексе данной процедуры, которая прописана в 25-26 статьях, они вот этой процедуры именно нет. Но что еще написано в жилищном кодексе? Статья 36 гласит, что изменение в состав общедомового имущества допускается вносить только с ведома всех собственников данного общедомового имущества этого квартирного дома. И вот на этом этапе, то есть на этапе намерений подписи, то есть согласие всех собственников именно обязательны. Причем вот в том классическом понимании голосования, когда, допустим, за выбор управляющей организации, либо о назначении тарифа, либо же о проведении ремонта какого-то, необходим определенный процент голосов, здесь вот это понимание, оно не легитимное. И необходимо именно 100% всех собственников согласия. Почему? Ну, частично ответ уже был дан, потому что вот на настоящий момент, если, ну скажу так своими словами, в дом подается тепло, то есть труба от тепловых сетей туда заходит, поставил ты автономное отопление, а кто-то не поставил, платить все будут одинаково. То есть сама система этого, вот с принятием нового законодательства, она нивелируется. Вот. А позиция городских властей следующая. Если граждане приняли решение, что весь дом переходит на систему автономного отопления, и все сделали правильно, то есть довели свое намерение от разработки проекта до сдачи в эксплуатацию поэтапно, а это разработка проекта, то есть получение технических условий, далее проектировка, согласование этого проекта, межрестной комиссии, монтаж и сдача в эксплуатацию. То есть если все эти этапы соблюдены, никаких вопросов нет. Хотя практика показывает, что это чаще всего, в общем-то, удается домам именно с небольшим количеством квартир. Практика такая есть, именно по поселку Сахарного завода. Там практически все квартирные дома в полном составе перешли на автономное газовое оборудование. И есть и другие дома по городу. С большими домами, пятиэтажными, эта проблема практически невыполнима. Как бы не хотелось бы гражданам перейти на это автономное газовое оборудование, практически невыполнима существующим законодательством. По разным причинам. Во-первых, по причине того, что практически невозможно собрать 100% голосов. Это уже одна проблема. Вторая проблема в том, что многие многоквартирные дома, которые у нас пятиэтажные, они изначально по своему конструктиву были предназначены для получения централизованного тепла. И не использовали для приготовления этого тепла газовое оборудование. То есть у них нет штатных дымоходов, вытяжек, продуктов изгорания. Поэтому, чтобы их построить, нужно вносить изменения именно в конструктив дома. Это дорогостоящая операция, а порой и невозможно на некоторых домах. Это вот вторая причина. Ну а так, в принципе, невозможно, ничего нет. Но вот сейчас у нас ситуация по городу какова. Вот из 423 собственников, которые самовольно поставили автономное газовое оборудование, они проживают у нас в 76 многоквартирных домах. Ну в каком-то доме один человек поставил, в каком-то 10, в каком-то 12, в каком-то 20. Вот 423 собственника у нас самовольщики в 76 многоквартирных домах. Сейчас администрация ведет именно судебную принудительную работу. В каком плане? Понуждает этих граждан вернуть все в исходное. Ну то я поняла, сейчас еще и невыгодно дважды платить за тепло. Сейчас начнут демонтировать, да, наверное, свои тепло? Да, совершенно верно. Потому что две квитанции за газ и за... Совершенно верно. Государство сейчас это трактует так. Если вы имеете согласование и установили все законным образом, вот, а в доме все-таки есть централизованное теплоснабжение, то оно считает, что вы получаете дополнительную услугу и будете за него все равно платить. А те же граждане, которые это сделали самостоятельно, ну они будут, естественно, подвергнуты в судебном порядке, и их будут принуждать либо это все вернуть в обратно, либо узаконить то, что они уже сделали. Это все на решении суда. Администрация в этом плане, она работает на этапе намерений гражданинам. Все то, что уже сделано, ну мы уже не имеем права принимать здесь никакие решения. Здесь уже принимает суд. Либо оставить это все, опять же, при условии, что это никому не вредит и не угрожает жизни и здоровью окружающих. Либо же демонтировать все и вернуть в исходное. Геннадий Милиширин и Каланов. Но время нашего эфира ограничено. Я вас благодарю за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Я думаю, мы за время отопительного сезона еще с вами встретимся и обсудим текущие вопросы. Хорошо, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok